Всем здравствуйте, вы на канале RukanHaiNews. Итак, меня тут немножко забайтили так на тирлист, ну, RukanHaiNews, да-да-да, это бывшее название моего канала, вот, сейчас, типа, Gambit Grand Cross. Всем здравствуйте, вы на канале Gambit Grand Cross. Надо привыкнуть к этой фразе, вот. Значит, меня немножко забайтили так на тирлист, вот, и я решил так записать, типа, видос тирлистом, типа, все дела, и начнём мы, наверное, типа, с самых низов, вот, я люблю так, с самых низов. Не перематывайте, пожалуйста, мне было, будет, давайте я вот так мотну, вот, всё, вы всё увидели. Погнали дальше. Значит, начнём, типа, с ребят, кто ты вообще такой? Вот, персонажи, которые максимально ноунеймы, которые максимально неиграбельны, ну, ладно, они могут играбельны, то есть, любой персонаж, которого вы выкачете, вы можете с ним поиграть. Но эти персонажи, как по мне, типа, самый низ, самый низ просто всего. Дальше у нас идут, типа, просто персонажи, которые, ну, хорошие, если вы их выкачите, будет не проблема, если вы их не выкачите, тоже особо проблемой не будет. Больше как фановая команда, кстати, даже думал, типа, Беннимару сюда поставить, потому как в Беннимару слишком жёсткая супер пробуда, её нет, её просто тупо нет. Типа, если захотите, можете на стримчик залететь, я вам покажу его пробуду, типа, супер пробуду, а она там дичайшая. Вот, то есть персонаж, например, тот же самый, вот, его можно, например, на босса запихивать, на красного, когда вы ещё, типа, новенький, начинающий игрок, всё остальное. Его можно запихивать, но в дальнейшем, типа, он не особо тебе пригодится, от слова, пожалуй, совсем максимум, это тренировочная пещера, не более того. Ладно, идём дальше, у нас идут формации линков. Формации линки, это, типа, те ребята, которых можно запихнуть линки. Красный Артур вначале падает неплохо, его можно забрать за золотые коины, просто как линк 6-6, с учётом того, что у вас, скорее всего, будет в дальнейшем экскалибур Артур, будет зелёный Артур для фарма. Он может, ну, типа, сет на него можно сделать и просто в линк запихнуть кому-то вначале, это неплохо. Так же самое, когда вы только начинаете, вот, Мел, Бан, СР-ные персонажи, там, например, та же самая Гила, например, да? Вот, три СР-ных персонажа, которые, ну, ладно, Гила, это больше под Хоню, Бан и Мел, просто ребята, которым вы будете делать сеты, и которые вначале могут поставить в линках, вот, не более того. Дальше, два демона Мела, потому что это классные линки, особенно красный, красный лучше синего по статам, благодаря шестой звезде Супер Прабуды. Хороший. Вот, то есть, если соберёте его, можете собирать его вполне спокойно, для некоторых ребят, например, для богини его можно впихнуть, для лольки он вообще, типа, шикарно стоит. Вроде как у Дейрки он тоже стоит, для нанесения просто большего урона тоже, типа, неплохо, то есть, Мел хорош. Для Эски, например, если вы, там, не играете через шанс крита, а больше, там, какой-то ПВЕ контент, да, типа, он тоже для Эски идёт неплохо. Дианки эти сейчас являются, пожалуй, только линками, только линками, и то линками, в основном, типа, Панакинга, не более того. Эска вообще универсальный в плане линка, вот. Он не особо где идёт в ассоциации, скажем так, из топовых персонажей, но банальность того, что те, кто меня знают, ну, смотрят мои стрима, знают, что у меня есть Зеван, на нём есть два сета, и один сет обитает на красном эсконоре, потому что это шикарнейший линк, вот. Просто универсальный, сильный, шикарный линк, у меня сейчас даже в недокачанном сете что-то 62 с копейками БК. То есть почти 63 тысячи БК, на эски, у которого плохие сапстаты, а в основном идут хорошие сами статы, вот. Зелёный чуть похуже, ну, из-за суперпробуды, из-за банального распределения статов, чуть похуже. Синий кинг, самый сильный линк, пожалуй, для гаутера, вот, потому что у него суперпробуда шестая очень лютая. Красный чуть похуже, но красный может вам дропаться чуть больше благодаря парт 2. Для начала я использовал красного, а потом я, наконец, собрал синего. Мела просто из-за того, чтобы много падает, её реально чертовски много падает, 6-6, можно, типа, собрать. Плюс на неё, скорее всего, будет делаться сет на красную мелу, и пока первое время как линк, ему может упасть на синюю. Капитан это линк для Маргарет. Понятное дело, если соберёшь капитан, скорее всего, он будет посильнее, чем эсарный мел, но как линк для Маргарет, да. Линк для Зевана лучший. Благодаря 6-2 суперпробуды и так банально, типа, более усиленным статам из-за того, что у неё скиллы чуть похуже. Просто падает много, его можно запихнуть в линк. Дальше у нас идут Боязадир. Боязадир это, пожалуй, лучший персонаж для Боязадир, потому как он не требует прокача. Просто поставил, умер, зарядил ультимейт другим вашим ребятам, те сходили с ультимейта, убили врага, всё зашибись, всё шикарно. Персонаж, который противодействует команде, типа, суицидников, банально. Ты убиваешь врага, и в конце, типа, и в начале хода врага, либо там в конце вашего хода, истощается ультимейт у врагов. То есть, пожалуйста, ставите вашу команду против команды суицидников, и у команды суицидников минус один персонаж. А вы, как бы, извините, не получаете урон от ультимейта, потому что его нет там. Всё. Ну и тоже, типа, как суицидник, можете, типа, зайти туда, весьма неплохо. Дальше у нас идут персонажи по боссам. Вот, я решил, так, типа, раскидать. Лучший, пожалуй, персонаж среди боссов, это вот первая тройка. Потому что они прям очень профильные под этих боссов, очень профильные. Лизка, ранхапает ваши карты, если ваша вся команда зелёная. Бельмот? Да. Да, серый демон, тоже, да, офигеннейший персонаж. Она там играет вообще на ура, позволяет легчайше проходить этих боссов. Зарат раз больше, как под бельмота, урона на бельмоте у него люто. У него пассивка увеличивает исходящий урон на шанс крита. Если он не критует. То есть, банально, у вас, у Зары там уже под бафами, там, больше 100% шанса крита. И он настолько же увеличит ваш урон. Ну, типа, извините, там на бельмоте отрываются куски просто в щи. И он может, при хорошем, прям, очень хорошем прокаче, он может шотать адского бельмота. Тонар позволяет сделать формацию на три хода. Ну, там, с друидкой, понятное дело. На три хода адский бельмот проходится на ура. И даже, если, например, у вас нет друидки, ну, вы просто маленький ребенок, ну, типа, маленький игрок, которого нет, прям, столько жира для ада. Экстрим ставите ее, четвертый слот ставите. Кинга синего, например, который вам падает по истории, просто вам выдают ее. Она снимает, ну, типа, Кинг снимает дебафы. Тонар апает атаку и все, что связано с атакой. И ваш напарник, которого вы можете поставить просто в соло, будет разваливать экстрим. Я так постоянно оформлюсь со своими зрителями на стримах. И они довольны, и я доволен. Ну, все. Дальше, четвертый слот хороший, четвертый слот хороший, благодаря своей пассивке. Это, пожалуй, ребята под... Под гильдейного босса. То есть, не прям типа босса-босса, а тут все боссы. Это под гильдейного босса неплохая. Это просто бафер на красного. Это тоже классный бафер на классного. Классный бафер на красного, вот. Это классный четвертый слот на малинового, плюс костюм на нее работает. Это просто персонаж, на которого можно купить костюм, и это будет четвертый слот на красного. Просто неплохой персонаж, скажем так, для начала, как ддшник на красного демона, он может зайти. Это просто интересный персонаж. Не более того, я запинул ее сюда, пускай здесь и тусуется. Пассивка классная. Скиллы в плане бафов и в плане ультимейта снятия стойки. Это основа пятиходовочки на бельмоте адском. И, в принципе, на сером демон отыгрывается хорошо. Это гильдейный босс. Сейчас, пожалуй, играется только на гильдейном боссе. Под команду бана, понятное дело. Сильный, ну, типа, пассивка. Просто хороший персонаж. Это, пожалуй, один из сильнейших персонажей. Должна быть одна хоня на пятиходовочке. Вот, должна быть одна хоня на пятиходовочке. Просто сильный персонаж, типа, с хорошей пассивкой. Серый демон все еще может проходить через него, если у вас, например, нет Лоли Мэрин. Ну, неплохой выбор. Да, я его поставил сюда. Не судите строго. Я хочу его выкачать и, типа, на аккаунте Фабио поставить как персонаж, который фармит малинового босса. Просто хороший урон. Плюс пассивка, которая позволяет тебе всегда критовать. Особенно, когда против тебя салатарит персонаж. Шикос. Просто хорошая пассивка. Лед. Для начала, как я и говорил, типа, например, вот этот вот. Может подойти неплохо для начала. Но так же самое, типа, она может подойти тоже неплохо. Плюс это возможный линк, скажем так. Персонаж неплохой. Под боссов идет нормально. Дальше. Войны гильдий. В защите. Да, включает набор ультимейтов. Не всегда это, конечно, полезно. Например, против той же самой богини. Почему бы и нет. Просто галланы. Просто неплохие. Скажем так, не лучшие, но неплохие. Вот. Очень хороший персонаж. С хиллом. С неплохой заповедью, которая уменьшает атаку врагов. Особенно, когда, типа, бот просто раскидывает карты, и этот дебаф может висеть там почти вечно на этих ребятах. В защиту. Неплохой персонаж в защиту. Уникальность хороша. Просто запихнул ее сюда. Не обязательно она должна быть, но она немного неплоха. В защите в команде, например, с тем же самым киешкой. Просто разрыв. Просто хороший персонаж. Я особо не нахожу ей применение, потому что банально это калабный, который не особо и качался, не особо выкачивался. Не такая же прям оверсильная, но просто неплохая. То есть она может и на боссах сыграть неплохо. Например, на том же самом красном. Ну, красного можно бить кем угодно. Можно, типа, в воинной гильдии ее запихнуть. Я просто, ну, особо не нахожу. У нее есть потанцевал. Но потанцевал такой себе. Не джазовый, скажем так. Дальше у нас пошли персонажи из А. Да, вот. Все, персонажи из А, которые я дальше спойлерить не буду. Неплохой персонаж. С демонами играется. Неплохая заповедь. Может отыграться весьма-весьма неплохо. Устаревший немножко персонаж. Но стойка у нее все же шикарно. То же самое у Грифона. Пожалуйста, как самый халявный танк. Самый халявный из играбельных танков. Почему бы и нет. Неплохой персонаж. Но выкачать ее тяжело. Пушторезера. Вот. Собрать для нее формацию тоже не составляет прям легкотни, скажем так. Ну, я вот, когда выбью Гаутера, думаю, попробую с ней собрать какую-то интересную формацию. Неплохой персонаж. Ее мало кто крутил. Но те, кто крутили, отзываются одни. Не самым дурным образом. Мало по БК. Но все же, типа, неплохой фановый персонаж. Команда Бана, пожалуй, 6-6. Очень сильна с этой девчонкой. Прям однозначно да. Просто хороший персонаж. Сильный хороший персонаж. Который делает команду боги очень жирными. То есть, это то же самое воины гильдии. Те же самые, там, какой-то ПВЕ контент. Например, тоже самый, типа, гильдийный босс. И в ПВПшке тоже иногда может сыграть, когда там есть много дебафов. У нее пассивка хороша. Посчитайте ее. Прямо порадуйтесь. Для начальных ребят, это, пожалуй, сильнейший четвертый слот. Она хилит. Она хилит четвертого слота. Ваши союзники получают урон. Надь вам, пожалуйста, хил. Халяву. Ничего, просто получите урон, вы получаете хил. Я ее даже использовал и на финальных боссах иногда, когда мне просто не хватало плотности. Для начала, однозначно, лайк. Ребят, те, кто, типа, молодые, можете качать ее смело. Не до конца можете качать. Ну, качайте, можете смело. Все, это хороший персонаж. Дальше, Гремор чисто под команду Бана. Офигенно смотрится. Сейчас, в чем-то того, что у Твига из Реликвии, он выходит в первую тройку. В четвертый слот, пожалуйста, вообще, на хорош. Хороша, девчонка. Ничего не скажешь. Вроде как хороша, а вроде как нет. Я ее поставил сюда, потому как пассивка ее смотрится реально очень люто. А так же сама пассивка под какие-то защитные команды смотрится забавно. А Хэнди я сюда поднял. Понятное дело, это не фестивальный... Не... Ну, пускай, пускай так тоже будет. Вдвоем. Они вдвоем тусуются неплохо. С новым гаутером они отыгрываются хорошо. Хэнди может отыгрывать и дальше, если появится еще какой-то очень сильный персонаж с дебатными картами. Пожалуйста, на ура. Хороший персонаж. Устаревший, к сожалению, но все равно хороший персонаж. Иногда в ПВЕ-контенте зайдет. Так же самое, типа, воины гильдии можно собрать с ней, типа, через пронзание. Неплохой персонаж. Просто неплохой персонаж. Классный. Реально как раз. С демонами играет. В ПВЕ-контенте в каком-то играет. Ей можно найти применение. У нее очень сильная пассивка. Если она у вас есть, может тоже качать смело. Пановый персонаж не более. Я ее выкачал, пока еще до конца не докачал. С Гаутером попробую сделать интересный ПВП формацию. Может, заиграет. Лост не самый плохой персонаж. Синий, но он дорогой. Проблема в том, что он дорогой. Он был только один раз в гачи, который, скорее всего, мы не особо так крутили. А6-6 синего лоста собрать тяжело. Но при этом хорошие, классные костюмы для красного лоста. Дальше. Микаса. Потому что я обожаю Микасу. Это, пожалуй, один из любимейших моих персонажей среди коллабов. Особенно, типа, с коллаба Атаки Титанов. Понятно, дело Леви и Микаса. Я обожаю Титанов. Ну, типа, вот этот самый. Пулон с Атакой Титановой. Все. С Атакой Титановой. Я ее обожаю просто. Можете, типа, сказать. Субъективный, типа, Тирлист. Да, я считаю это субъективно, поэтому я поднялся до Микасу. Все. Неплохая. В каком-то ПВЕ контенте может зайти. Неплохой ПВП персонаж в плане урона. Можете себя раскрыть. Например, сельский ниндзи со мной, типа, го дуэльку. Короче, Маргарет. Зеленый Гаутер. И вот эта малая. Получилось неплохо. Урона много. Плюс кайтит. Солотаритная атака. И всякие там бафы Марго. Или там ранхапы Гаутера. Неплохой персонаж. Но проблема в том, что на нее нет внешки. Поэтому она так низко стоит. Потому что если вы сначала не купили на нее внешку, сейчас вы ее уже не купите. Косяк. Играет хорошо в команде Бана. Но только в команде Бана, пожалуй. Это просто первый арк. Это единственный арк персонаж, который находится так высоко, пожалуй. Шин. Я уважаю Шина. Классный. Вообще. Почитайте. Шина. Можете ПВФ армии ставить. Он неплохой. Как сказать. Как сказать. Просто классная уникальность. Вот. Это очень такой техничный персонаж. На всяких. На финальных боссах. На каких-то любых там боссах. Хороший персонаж. Плюс ПВПшки с Баном тоже отыграл одно время. Достаточно таки неплохо. Скоро выйдет его более донатная типа версия. СССРная. Которая будет прям. Ну чуть выше скажем так. Намного чуть выше. Чем СССР. Но все равно. Из-за того, что он СССР. Он дешевый. На него СССР особо не нужен. Он неплохой. Он очень приятный персонаж. Дальше у нас Эска. Это Красный Артур. Его можно поднять и выше. Поэтому он стоит первый в Эске. Потому как он больше подвязан под людей. Если например Бан с Реликвией и шестой ультой уже не подвязан под людей. Его можно ставить вообще куда угодно. То все же. Этот Артур больше подвязан под людей. Но типа гильдийного босса фармить налегке. Все. Классный персонаж. В ПВПшке тоже отыгрывается на ура. Однозначно респект ему. Он это, пожалуй, это средний между Эской и СССР. Банально не дошел до СССР, потому как ему нужна очень сильная подвязка под людей. Очень сильная подвязка. А Зеленый Артур офигенный ПВЕшник. Всякие там, типа, всяких боссов проходить с бафами. Люто. Очень сильная пассивка. Очень сильная. Дерерра это сильнейший, пожалуй, салатаритный персонаж по урону среди всех. Особенно сульты. Ну, типа да. А очень сильный ПВЕшник. В плане... Грифона. Да. Ну и так, типа, в принципе, без Грифона. Но на Грифоне она показывает себя вообще шикарно. Дейспирс. Дорогой. Дорогой. Просто дорогой. Тяжело разогнать. Все. Просто дорогой. И, типа, имейте это в виду. Вот. Но при этом шикарный. Для ПВЕ даже недорогой. Можно ставить. В ПВП все же его нужно подкачать. Но тоже в ПВПшке показывает себя шикарно. Зеленый Дрол. Чуть более неуклюжий, чем новый зеленый Гаутер. Но при этом тоже весьма и весьма неплох. Бой из Адир. Пожалуй, один из лучших. Сигурд. Да. Дайте я воды выпью. А то я как-то раз затороторил вас. Сигурд. Да. Когда он в команде с Бирсом, извините, вы не хотите бить Бирса. Вы не хотите давать ему халявные стаки. Вы там что-то копите и все остальное. Благодаря этому, если вы простого Бирса можете там кинуть бомбочки. И такой. Ну, один-два бафа. Я переживу лично. Тот, когда вы кидаете, типа, с Сигурдом. У него так, оп, сразу четыре бафа. Притом три на атаку. Тай-4 там тоже, типа, поднимает базовые статы. Ну, типа, статы. Я такой. Не, я не хочу бить его. Даже для истощения. Я не хочу его бить. Это очень противный персонаж. Особенно с демонами, так точно. Друидка. Шикарно. Особенно на гильдийного босса. Это вообще шик. Мэрин зеленая. И она имеет право на жизнь. Сейчас нынешние персонажи очень сильные с ультимейтами. Очень сильные. Поэтому она имеет право на жизнь. Да. Вот. Что? Четвертый слот. Шикарный персонаж. Но не всегда играется. Больше, как реально. Типа, 6-6 персонажей. Вот, типа, туда. Еда на суперприем. Там какое-то истощение от Марг... И все зашибись. Вот. И дальше мы переходим к нашим лидерам. Грубо говоря. Почти. Ребята, которые чуть не дошли до топов. Первый. Это, пожалуй, Тармик. Это очень сильный персонаж. Чертовски сильный персонаж. Чертовски. Вместе с Чандлером. Вместе с Сарием. Вместе с Людошелем. Они могли пойти чуть повыше. Ну, ладно. Людошелем немного подрезали из-за... Шестой звезды с Уверя Пробуды. Но все равно с линком Дролла. Пожалуйста. Хорошо играет. Ребята, чертовски сильные. Можете их качать вполне спокойно. Они заслуженно занимают свое почетное место среди сильнейших персонажей в игре. А Дролл Синий? Да. Я обожаю синего Дролла. Я просто обожаю синего Дролла. Он черту. Особенно в ПВПшке это люто. Да, когда попадаешься против Резеро команды с Лолькой. Ты такой. Ам. Дролл. Не надо. Не стакай сопротивление. Не надо. Мне Лолька сейчас с лотарь датакой шотнет нахрен. И она шотает. Он и тогда может работать в минус. Но при этом он все равно. Но сильный, крайне сильный персонаж. Я его уважаю. И сейчас на самом деле занимаюсь его прокачем. На своем аккаунте. Дальше. Эстероса. Зеленый. Шикарный персонаж. Вообще шикарный. Со стойками. Ей не нужно обязательно делать команду со стойками. Я, например, играл против Рагнара. Он сделал команду там типа с Маргарет. Там типа с Тармирем. И просто поставил четвертый слот Эстеросу. И Тармик. И типа получает иммунитет к дебафам. А это очень сильно. Особенно когда вы встречаетесь против какой-то дебафной. Команды. Это очень сильно. Там истощение Гаутера не работает. Ну вообще не работает. Оглушение богини, например, может сбить только стойку. Но при этом не оглушить. И ты все равно бахнешь с ультимейта. Против Розера. Это вообще типа лютая имба. Типа для Розера очень тяжело. Драться против ребят. У которых есть иммунитет к дебафам. Да. То есть. Эстероса все еще силен. Благодаря вот этому. То, что он может играть с другими. У него хорошая синергия. С другими ребятами. Классный персонаж. Синяя Дерриарь это лучший танк на Грифона. Да. Сейчас выйдет Матрона новая. Но все равно это лучший. Типа я уважаю больше синюю Дерриарь, чем новую Матрону. Но Матрон тоже неплохая. Но синяя Дерриарь все же лучшая. И по ОПшке типа синяя Деррика покажет себя шикарно. Гаутер подустарел. Но если у вас нет зеленого хэллоуинского Гаутера. Можете использовать его смело. Все равно сильный персонаж. Хотя вышел наверное года уже два назад. И он до сих пор не теряет своей актуальности. Новый Гаутер. Ну тут типа знаете. Тут палка о двух концах. Он сильный. Он классный. Он дропается плохо. Притом дропается с Хаузером больше. Но при этом он все равно сильный. Просто ребята не умеют им особо играть. Та и типа играется он прям чтоб оверстабильно. В команде Саразера пожалуй. Ну и с фестивальным Кингом. Тоже он играет неплохо. Но это фановая но крепкая фановая команда. Вот. Она имеет право на жизнь. Она очень сильно поднялась вверх. Скажем так. Раньше это было вообще такой типа фестивальный Кинг. Ой не смешите мои подковы. Сейчас такое уже не поют. А вот извините. С фестивальным Гаутером такой. Ха. Ладно. Сейчас поиграем. Это весело. Это становится куда веселее. Берс. Я поднял вверх Берса. Потому что это все равно сильный. Да он проигрывает. Он очень много проигрывает. Но типа его выгнал. Бан. Вообще. Куда подальше. Ну типа вот вышел. Берс. Просто никто им особо не занимался. Никто им особо не играет. Но у Берса очень сильная пробуда. Очень. Типа он как даже как Линк может отыгрывать. Я Берса прям уважаю. Ну типа. Его не стоит недооценивать. Потому что если ты его начнешь недооценивать. Он начнет недооценивать тебя. И ты проиграешь. Банально и просто. Его можно обыграть. Но все равно не стоит недоооценивать. Да. 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 Типа. Кьюзак. Да. Однозначно да. Это очень сильный персонаж. Плюс по атаке он как-то прям очень люто разгоняется. Так что его есть смысл выкачивать. Так же самое как и Зелла. Имеет смысл выкачивать. Они оба персонажа шикарные. Вот просто статовые шикарные персонажи. Да. Однозначно да. Кью. Блин. Я могу даже Кью вверх поднять. Это просто имба. Если у вас есть эта имба. Все. Шикарно. Если у вас еще прокачанный имба с костюмом, который вы на него покупали. Это вообще лютейше. Это один из сильнейших персонажей. Пожалуй давайте я его вот так подниму. Это просто шик персонаж. Да. Если у вас кью. Качайте его вообще не задумываясь. Играет. Много где играет. В бане. Не в бане. Типа в боях задир. Не в боях задир. Типа в пве фарме. Ну ладно. В пве фарме не особо. Но в пве контенте играет шикарнейшая просто. Он крокодил сейчас есть. Можете пройти адскую сложность? Не. Ну типа экстремальную. Там самую третью сложность. Да. Самую сложную. Нетки ешки. Вы не пройдете ее. Пожалуйста. Ну. Фармите ожоги. Да. Конечно. Вот. Вот вам. Вот вам персонаж. Который халявно дает ожоги. Притом делает ваш строй очень плотным. Шикарный персонаж. Объясню почему у меня рам выше Артура. Рам играет четвертого слота. Это не столь критично. Это раз. А Артур играет в основе. Первых трех. Во вторых. Те не обязательно подвязка под неизвестных. Ты можешь например там типа с Лолькой играть. С Эмилией играть. Там Эмилия Гаутер. Все. То есть одного-двух персонажей. Каких-то прям крайне важно в плане позиции. Типа рам хватает четвертого слота. Это типа ее преимущество четвертого слота. Да. Это коллабный персонаж. Которого у вас скорее всего нет. Вы ее хрен выкачаете. Типа я ее еле выкачал. Типа все остальное. Но при этом это все равно классный сильный персонаж четвертого слота. Она дает Валуев тому же самому например новому Гаутеру. Да. Дает Валуев. Лост. Очень сильная суперпробода. Поэтому он поднялся выше. ПВЕ фарм. Однозначно да. Линк. Как банальные статы. Однозначно да. То есть мелый. Типа что Берс. Что Лост. Сейчас шикарный. Но он очень сильный ПВЕ. Ну и в ПВП глина для БК. Почему бы собственно бы и нет. Плюс если вдруг не получится закатить Ласта. И он ультанет в вас. Ну это Габельник. Плюс ты Ласта тоже не особо хочешь бить. Не особо хочешь видеть его золотые карты. Скажем так. Типа Лост он шикарен. И вот. Дошли мы до главного. Вот до самого главного. Это у нас СССки. Кого вообще запихнул в СССки. Я думаю вы в принципе догадались с того кого здесь не видели. Либо поставили тогда на паузу когда я мотнул. Ну. ССС. ССС. Понятное дело зеленый Гаутер. Имба. Мне нечего про него говорить. Маргарет пожалуй самый универсальный персонаж. ПВЕ офигенно. ПВП офигенно. Подвязок особо у нее нет. Да. Типа с Гаутером. Например. Типа с зеленым Гаутером. Она играет получше. Да. Из-за того что можно выловить очень быстро третий баф. Маргарет. Но это не означает что она и так без этого играет. Снятие дебафов шикарно. Да. Не против типа фестивального Гаутера. Но все равно это шикарно. Команда богинь. Ну. Типа да. Играется почему-то как-то не у. Типа очень хорошо. Особенно в боях за Дир. Ставишь там богиню Тармиэля. Маргарет. И все. Типа она выдерживает даже ультимейты там Берсов. Все. Шикарно. Крепкая. Крепкий персонаж. Как по мне самый универсальный персонаж. Потому что эйски например нужны больше подвязки в плане зеленого Гаутера. В плане там например фестивального Гаутера. В плане там Артура. Поднятие атаки. Для того чтобы шотать ребят. Маргарет в этом плане более. Реально пожалуй самый универсальный юнит. Потому что ну типа да. Типа да. Она и дает. И урон у нее ультимейт очень сильный. Особенно если шестой ультимейт. Так это вообще хавайся. Ты вообще не хочешь видеть из себя ультимейт. Маргарет шестой. Потому что если она ультанет. Тебе габельник. Просто. Ты на два хода не можешь сделать почти ничего. Ты не можешь снять этот дебаф. И ты просто сидишь такой. Оглушения нет. Рангапов нет. Просто атакующие карты. Ну типа ладно. Зеван это не особо не пугает. Потому что у него там есть там типа третий стак. Но карты наводнения все равно это может напугать. Если там уже там второй который идет в первый стак. Можно напугать как бы. Зеван. Очень сильный. Он уже старый. Но он это чертовски сильный ддшник. У него слишком много урона. Ультимейт тоже крайне лютейший. Который может прошатать сразу двоих. Но эти трое ребят могут играть даже с 1.6. Да они будут играть чуть похуже. Да. Даже самая богиня. 1.6 ультимейт. Вообще на легкие. Вообще на изи. Даже сюда можно лольку запихнуть. Вот. На нее чуть попозже поговорю. Вот. Вообще лучше играть. Офигенно. Даже на 1.6. 2.6. 2.6. 3.6. 6.6. Они будут сильнее себе показывать. Но даже до этого они хорошо играют. Богиня. Щит бесит. Очень бесит. А ты не можешь нормально даже ультануть в этот щит. Ну. Некоторыми можешь. Но не всеми. Скажем так. Оглушение. Ну извините. Это лютейшее. Ревайв. Бесит чертовски. Ты не можешь нормально прошатать какого-то персонажа. Он. Типа воскреснет. Да. Ты его потом сможешь добить. Но блин. Ну это все равно сложно сделать. Ультимейт богини даже 1.6 играет неплохо. Там не самый сильный хил. Но при этом все вот это ниже перечисленное. У нее играет на ура. Классный статовый персонаж. Лолька я поднял уже повыше. Потому как. Во-первых. Это моя любимая фестивалка. Во-вторых. Она играет из Резеро. Сейчас появился Гаутер. Который. Ну типа меняет Резеро. Даже типа например. Если у вас есть. Там одна копия рам. Вы поймали. Типа Гаутера. Вот третий. Например. Этот либо этот персонаж. Ставить и все получается как-то. Играбельно даже без Резеро. Даже без Эмилии. Можно даже типа ее. Типа рам. Откинуть. Если например у вас ее нет. У нее появилось больше вариков для игры. Ну да и в принципе. С типа серый босс отлетает. Атаки больше чем у Зевана. В принципе она разгоняется неплохо. То есть есть персонажи. Которые ее уже толкают вперед. И играется ура. Бан офигенный. С реликвией он может играть не в людях. Вот ты привык видеть бана в людях. А он тут оп и без людей. Может у него реликвия есть. Потому как он у тебя 6-6. Потому как у него урона там. Какой-то баф и все. Ты отлетаешь нафиг. Классный персонаж. Плюс его баф на хпшку рулит. То есть команда людей шикарна. Команда людей ну тоже играется как бы. И пожалуй самый гвоздь. Я даже поставлю ее наверное первый. Потому как... Ну типа она не первая была. Потому как 6-6 коллаб. Сейчас не получишь. 6-6 я желаю получить. Внешку нужно было покупать. Но если вы все это сделали. В пвп этот демон. Это просто... Это... Берс стоит нервно курит в сторонке. Все. Бафы Маргарет. Лед, лед, лед. Все пожалуйста. При хорошем заходе на Эмилию. Это... Это звериный персонаж. Это максимально звериный персонаж. Убивает все. Бан. Максимально жесткий. Там твига с реликвией. Стоечка. А лед пожалуйста не беси меня. Давайте дальше развлекаться с Артуром. Либо там баном. В оглушение кидая. Истощение есть. Лед который максимально бесит. Ты ее нормально не сможешь убить. Типа 2 атаки в нее кинешь. И отправляешься в лед. А мы снимаем себе все дебафы. Офигенно. Просто офигенно. Я говорю это лютейший персонаж. Это... Это просто... Это самый сломанный персонаж в игре. Даже не зеленый гаутер. Это Эмилия. На мое мнение. Потому что я ее играю. Я знаю ее силу. Особенно с появлением типа нового гаутера. Давай. Я говорю типа играйте против Розера. Молитесь чтобы у нее был плохой заход. Пожалуй только так. Единственное что ее как-то тормозит это вот. Эстероса со своими ребятами. Которые на стойках. Которые получат иммунитет к дебафам. Все. Ну даже типа стойки не всегда могут заходить. Дебаф можно переждать. Потому что это не особо агрессивная команда. А потом пойдет опять лед. Все. Это было лично мое субъективное мнение на этот счет. Да. Вы можете говорить типа вот Эмилия. Эмилии просто очень мало. Ее просто реально очень мало. Вот. По остальному пожалуй я постарался разъяснить почти каждого персонажа. Особенно типа чуть повыше. Что, зачем, где и как. Вот. Надеюсь те ребята которые батили меня на этот тир-лист довольны. Вот пожалуйста. Я вам предоставил тир-лист. Остальные, ну и особенно типа молодым игрокам. Надеюсь это было полезно. Я постарался особенно верхушку расписать что да как. Потом в дальнейшем может я буду делать обзоры чисто по отдельным расам. Описывая каждого персонажа. Но это уже будет чуть попозже. Ну а на этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Я старался для вас. Я старался для вас. Начнем с этого. А вы постарайтесь для меня. Давайте. Коммент. Типа. Под видосиком. Мне будет приятно. Я от лайка вас тоже. Мне будет приятно. Я постоянно залезаю на видос. Смотрите сколько там у меня лайков. Типа понравился я вам или не понравился. Вот. Все. Спасибо за внимание. Увидимся. А. Кстати. Еще самое важное что. Готовьтесь. Скоро будет турик. Скоро будет турик по грехам. Я его попробую организовать красиво. Скоро. Выкачу все детали. У меня практически вся картина турика собрана в голове. Вот. Так что скоро ждите видос с презентацией. Все. Давайте. Готовьте ваши команды к турику. А то скоро. Скоро. Скоро будет заруба. Скажем так. Покеда. 코. Стоит. ПокUNG. Продолжение следует...